У них он такой тоненький, хорошенький, мосюсенький, он начинает вонять саниной, я его потом забыла в какой-то сумке, и на этом мы с ним больше не встретились, я не прибухиваю. Всем привет, дорогие мои бьюти-голики, в этом видео я на лайте расслабоню, немножко фреши и немножко в афиге. Это такой формат, который вы просили вернуть, я его называю блогер, копается в мусоре в своей квартире, ну короче, блогеры собирают пустые баночки от косметики, которым понравилось или не понравилось, и что-то я решила, что формат устарел, но вы так просили вернуть вам ваш 2007-й, 2017-й, я обещала, что если будет 70 тысяч просмотров, мы вернем его, вы их сделали, так что я улучшаю формат и возвращаю его. Это будут разочарования в косметике и пустые баночки, так я их буду снимать чаще, и начну я с того, что я хочу выбросить, хотя оно целое почти, потому что оно очень мерзкое, рубрика разочарования в нашем сегодняшнем видео. Итак, гребанная зубная паста с Wildberries, которую я изначально увидела у своей подруги, прямо дала мне ссылку с конкретным типом пасты и описанием, и вот прям номером на Wildberries, потому что той очень понравилось, что она без вкуса. Знаете, когда вы почистили зубы и вам нужно снова поесть, вы не хотите иногда это делать, потому что у вас все мятное, и как бы без вкуса зубная паста может быть неплохой вещью. Во-первых, это не та же самая паста, хотя та же в Blueberry и вообще выбрано все то же самое, нет, она не та же, плюс у меня моментально сломался дозатор, плюс она совершенно нехорошая, то есть помимо того, что конкретно моя оказалась со вкусом, еще и это плюс к желтизне зубов и зубному камню, дно, а не паста. Может кто-то ее любит, покупает, но я в шоке, мне кажется, это отвратительно. Дальше, для вот этих зализанных причесок, которые у меня сейчас, я видела у нескольких блогеров такую пасту Fiber American Crew, я дала ей всего пару шансов, вот видите, чуть ее копнуло, оно того не стоит. Я не понимаю, ее сложно распределять, а эффект обычный, и она не бюджетная. Для чего она? Ничего хорошего, необычного в ней нет на ту конкретную задачу, которую, собственно, показывали мои западные коллеги. Обычный дешманский гель для волос Олин, вот такая вещь, рекомендую. Короче, фу, я от этого избавляюсь. Дальше, ну какое дерьмо. Отвратительный, Prime Bar, Fit and Health, веганский протеин, фисташковое мороженое, как бы фисташковое мороженое, должно быть вкусное вообще. И веганские протеины, надо признать часто, невкусные, но этот особенно невкусный. Он из кого-то там, из сои, чего-то такого, вот он как выглядит мерзко на вкус, он такой же мерзкий, он пахнет какими-то старыми книжками, какой-то грязью. Ну понятно, что какими-то там соей, бобами, горохом, грубо говоря, и так далее. Но из сегмента именно своего типа протеина, он особенно-особенно мерзкий. Пить это невозможно, замаскировать этот вкус невозможно, мне кажется, проще выбросить или кому-то отдать. Один из самых разрекламированных продуктов в серии Tinted Moisturizer, Super Serum Skin Tint, SPF 40, Сквалан, Неоцинамид, Гиалуронка, марки Илья. Или этот такой бренд, как RMS и так далее, и так далее. Короче, всякие моднейшие, вот эти вот с уходовыми ингредиентами, всякие веганские, с вечной жизнью, модные инди-бренды. Почему это так плохо? Он очень жирный, он очень мерзкий, он невкусно пахнет. Я выбирала специально темный и загарный оттенок под себя. Это, ну, по картинкам, как бы смуглые женщины. По факту это очень странно, он моментально отслаивается вот в этой капельке, когда ты его разносишь. Ну, окей, это жир. Как бы, что я хайлайтером не могла намазаться? Очень многие просто солнцезащитные средства, без какого-то тинта или цвета, такие же жирные. Фу, редко какое средство реально такое жирное и противное. Почему это хвалят? Что у них с кожей? Что они едят вообще обычно? Там как бы, ну, сахара должна быть на морде лица, я извиняюсь, чтобы вот это подошло. И это прям жутко. И стоило это, наверное, доллара 44 или больше. Это прям очень неприятно было. Дальше по разочарованиям, которые, в принципе, довольно плохие, но хотя бы я не так сильно ору. Mixit. Я совершенно не хейчу этот бренд. Он нормальный, там есть хорошие вещи. Автозагар экспресс в спрее особо ничего не делает. То есть он, ну, может, капелюшку автозагарит и капелюшку сияет. Это Glow Skin версия. Я извиняюсь, мне не понравилось. Я очень сильно заливала им лицо, я очень сильно заливала им одну ногу. Ничего не происходит. Если вы белого цвета человек, то у вас, наверное, что-то может чуть-чуть произойти. Мне также не понравилось, я дико извиняюсь, кокосово-сахарный вот этот скраб плохо сделать в 2022 году, очень сложно. Это из Крио Сета. Возможно, если использовать все вместе, то вам понравится. Но он, на мой взгляд, хуже среднего. И он как-то слабовато скрабирует. Он очень чумазящий в ванну. Там вот эти стружки какие-то прям огромные. Ну, вкусно пахнет, я там не спорю. Немножко масла добавлены. Но даже в этом же видео я вам покажу версию лучше и дешевле. Поэтому, извините, ну, как бы просто мне непонятно не подошло. Потом от Laboratorium Paper Shampoo Bar. По-моему, он очень сушит. Это такой сухой шампунь. Мне нравится упаковка прикольная, как у консервов. Классный запах. И сам по себе в Laboratorium мне нравится. Но конкретно этот сухой шампунь очень сушащий, на мой взгляд. Обидно, но водостойкая тушь Кика была Dolce Diva в коллекции, значит. У нее тут как бы система с этой щеткой модной. Вся фигня. Так себе красит и не держится. То есть, ну, модная щетка, я имею в виду та, которую вы там, ну, загибаете, разгибаете. Там такие у Буржуа были и много у кого. Но она мне не стойкая. Я извиняюсь. Я сейчас сижу в бюджетной туши, которая не стойкая. Не заявлено стойкая. Она более стойкая, чем эта. Что-то пошло не так. Очень обидно. У подружки подсмотрела, потому что мне нравится запах пудры. Приобрела. И к подружке нравилось, подходило. Мне нет. Потому что это, значит, не вея эффект пудры. Дезик, который через раз ты вроде, ну, ничего такого пользовалась. А временами прям очень белый. И очень красят одежду. Очень сложно рассчитать. И как бы я ни пыталась, я уже ждала, когда он подзакончится и так далее. Очень опасно с одеждой. И, на мой взгляд, он белее среднего. Поэтому, да, запах прикольный. Ну, первое время сдохнуть, конечно. Но потом, конечно, запах приятнее. Но оно того не стоит. Правда. Отдать бы его, собственно, кому-нибудь. Дальше. Очень обидно. Офигенные кремовые тени от Influence. Очень красивые. Я бы даже нашла в люксе, на что они аналог. Но есть одна маленькая проблема. Вот серый прекрасен. Красный цвет. Вообще космос и охранительный. И он ничего. Он у меня еще жив. Но вот эти меня не было как бы в сентябре месяц. Они сдохли с момента доставки за месяц на подоконнике, где не холодно. У меня теплый дом и солнышко светит. И вообще, ну, чуть-чуть дует с подоконника. Такого никогда не было. Не с одними тенями. Все остальные бюджетные, люксовые лежат рядом. Улыбаются, машут. Ничего не происходит. Дальше два средства, на которые я не советую тратить деньги. Но я не скажу, что они плохие. Итак, один это Dior-овские патчи для глаз. Они очень красивые. Самые красивые модные патчи. С ними дается тюбик крема. Что классно в перелетах, там, поездках. Это удобно. Но сами патчи, ну, патчи тканевые нормальные. Это одни из самых дорогих, но не одни из самых эффективных патчей. Поэтому для красоты ваших социальных сетей это все, для чего это можно использовать. Ну, просто стильные они и все. Дальше мне сначала очень понравился маркер от Maybelline, который с тонкой кистью. Мне очень нравится дизайник такой вот прям стильненький получился. У них он такой тоненький, хорошенький, массюсенький. Но, во-первых, он быстро сохнет, что, в принципе, случается с недорогими. Но он даже быстрее сохнет, чем средний за свою цену. Лучше какой-нибудь Everend купить. Но еще по сильно намазанным тенями веком не красят. То есть, сначала я впервые попробовала. Просто красила межресничку на ненакрашенном глазу. Мне все нравилось. Думаю, боже, сейчас вы порадуетесь. Аналог люкса. Еще там и шарик у них уместился. Но нет, оно по плотному макияжу не рисует и плешивит. Так что в мусоре не покупайте это. Rose Ink гель до бровей. Он очень слабый. Он делает примерно ничего. Единственный его плюс, то, что он от Рози Хансингтон. И то, что он симпатичный. Все. На этом все закончилось. Не рекомендую прям горячо. На этом пока прям дно у меня закончилось. И остался целый пакет того, что просто пустые баночки. И несколько вещичек, которые просрочились, недопользовавшись. Давайте пройдемся, начиная с того, что я бы точно купила. Точно куплю еще вот как раз таки хороший дешевый сахарный кокосовый скраб. И он с маслом, нормально пропитан. Он не царапается, при этом скрабирует, в отличие от микситовского. Прям вот хороший скраб для душа. И который увлажняет после. Советую. Просто вообще продается во всех бюджетных местах. Обратите, короче, на него внимание. Дальше с Озона и других маркетплейсов. Вот такая вот Доктор Минералс. Соль для ванны. Эпсом. Магниевые ванны, или как они называются, которые ослабляют. Отличная штука. Рекомендую. Возьму. Все нравилось. Все хорошо. Первая пачка только у меня пришла в пакете разрезанная. Пришлось ее вернуть. Но хвала маркетплейсам. Это можно сделать там. Салфетки влажные. Ведяевские. Или любых других брендов, для которых выпускает Миша Ведяев любимый. Потому что они будут такие же. Антибактериальные. Для экспресс-очищения кистей. Прекрасная вещь. И удобный формат. Конечно же будут у меня. И ни одной моей кисти не было убито ими. А салфетками Эсти был убит мой один набор кистей. Так что я за эти. Если так уж конкурентную борьбу как бы рассматривать. Чего еще я точно куплю? Я не знаю какая упаковка. Учитывая то, что средство не бюджетное. Remedies от Bobby Brown. Skin Clarifier. Очищающая кожу масла от акне. И расширенных пор. Что очень звучит непонятно. Но работает. Оно называется номер 75. И очень советую у кого есть бюджет на хороший уход. И у кого именно расширенные поры, жирная кожа. Это прекрасная вещь. Не знаю. Нормальные витамины были? Витамин D3. Нормальная дозировка. Нормальные витамины. Бюджетно. Marketplace. Почему не взять? Что-то я еще от них набрала. Сейчас еще 4 вида каких-то там. Гинка. Прям отличный крем. В текстуре такого крем-геля. Я обычно люблю на последний раз оставлять в пустой баночке. Чтобы вам показать. Это из-интри. По-моему даже сейчас они раскуплены. Супер классный. Не весомый. Не жирный. Не липкий. Не блестящий. Не матирующий. Не залипающий. Просто такой какой должен быть. Крем для комбинированной кожи. Просто идеальный крем. Как и коричневый. Который эмульсия. Про который я 500 раз рассказала. Короче. Из-интри делают самые лучшие. Крем-гели для комби кожи. Тонкой. Славянской. Обожаю их. Еще эта версия такая заживляющая. Какая-то луковая. Холли-полли. Российский бюджетный бренд. Со всякими масками. Лечением для кожи головы. Шампунями. Это так дешево. И так неплохо. Они прям такие молодцы. Прям вот ребята. Все что вы делаете. Продолжайте. Пусть будет вам счастье. Денег побольше. Вы классные. Я прям даже с вами поработала. И маска для кожи головы. Успокаивающая. Мне понравилась. И 100 миллилитров объем на несколько применений. И потом волосы такие классные. Скользкие после нее. И экстрапитательная для длины. Ну то есть. Это дешевая упаковка. И очень даже нормальные сами маски. Так что вы меня прям впечатлили. Спасибо что подарили мне на мероприятии их. Прям я бы с вами дружила. Что тут еще такого, что я бы повторила. Конечно же нацифик. Вот такое вот маселка двухфазная, желтенькая. Отличная вещь. Это называется свежие травы. Origin Serum. Нацифик один из моих самых любимых брендов. Не первая упаковка. Много упаковок подарено. И просто прорекомендовано хорошо подружкам. Подружки в восторге мои. Действительно очень хороший бренд. И это средство одно из самых хороших. Потому что опять же это с маслом. Питательная сыворотка, которая не комедогенная. Еще и наверное анти такая комедогенная. Ну просто суперский уход. Дальше. Дальба. Тот самый кушончик, который нарезается. Вот тональное средство. Уходовое. Все хорошо. Ребят. Сделайте цвет темнее. Я не могу. 23-й. Сильно светлый. Очень красивый продукт. Удобно пользоваться. Идеально как кожа выглядит. Вот этот бальзамчик. Светлый. Пуховка очень удобная. Любимый карандаш для бровей Beauty Drugs. 500 раз будет. Это оттенок брюнетка. Сегодня я почему-то схватила толповые. Нарисовала им брови. Уже так и хожу. Но он хороший, короче говоря. Оттенок Rush. Urban Decay. Помады. Очень красивая. Ну давайте еще несколько того, что я взяла. Наверное. Сейчас очень много всего. Но можно и нужно брать. В принципе при необходимости. Короче. Я это показывала в каком-то видео. Надеюсь, что вы смотрели то видео. Это шоколад для ванны. Кокосовый. Такой какао. Кокос. Очень приятная штука для банных процедур. И также приятная соль для ванны. Такими было горошками. Что-то я забыла оставить этих горошков. Они очень весело выглядят. Вкусно пахнут. Соль хорошая. На подарок хорошо. Дешево. В золотом яблоке. Купил себе. Всем подружкам. Радуешься. Миленько. Не вижу препятствий. Другие приятные вещи. Которые я бы вероятно повторила в будущем. Но сейчас много в этом сегменте у меня всего. Типа нет острые необходимости. Но они хорошие. Морок. Морок. Такой тающий концентрат крем. Обалденно пахнет. Обалденно работает. Какой-то вообще. Вот этот питательный. Нуррисшин. Бодибаум. Суперприятное спа-средство. Понравилось. Также очень хорошее масло для тела. В не очень удобной упаковке. Мне казалось, что его мало. Но оно безумно экономичное от Кадали. Оно классное. И какой-то прям тонус придает коже. Правда. Массаж по нему хорошо делается. Без массажа все равно очень гладкая кожа. Потом люди тебя нечаянно трогают. Делают комплименты. Что приятно. Но если вам не нравится, что вас трогают. Не покупайте. Потому что люди продолжат. Маска. Сквалан и церамида. К сожалению, я ультая оставила ее открытую. А в открытом виде только 3 месяца. Поэтому, к сожалению, придется от нее избавиться. Но она мне все равно нравится. И она хорошо успокаивает красоту в центре лица. Я ее мажу вот сюда. Поэтому небольшой расход получается. И да, иногда она сама умирает. Ничего с ней не происходит. Но просто я брезгливый человек. Поэтому я в следующий раз просто новую куплю. Когда захочу хорошо вообще поработать с вот этой красотой в центре лица. Что по декорчику. Слушайте, роскошный консилер Dior. Он называется Correct Forever Dior. Но у меня уже есть замена в другом оттенке. Так, мой цвет 2N. Сейчас взяла более темный даже. Великолепный консилер. Какой-то нереальный просто. Хорошие, приятные помады увлажняющие Fenty. Понятно, что какое-то время мы это не купим. Но они хороши. При возможности я бы повторила. Стойкие карандаши кремовые для глаз Kiss. Очень хороший оттенок. Темный, коричневый. К сожалению, под самый конец у меня застыл. Но он очень долго работал. Красивый коричневый цвет. В конце стал пластилином. Но все равно он хороший. Также тональный стик от Huda. Не люблю вот эти упаковки, как у Nars и Huda. Из-за того, что они вот так вот заляпываются. Но стик нормальный. Nars не продается теперь. Я ищу альтернативы. Стик Huda по суше. И в общем-то, ну как бы жить можно с ним. Очень люблю глайды от Nars. Но, к сожалению, косметика не вечная. Пора менять. Поэтому избавляюсь. У них 18 месяцев в открытом виде. И это не самые мои любимые цвета. Самые топовые. Я считаю, что нюдовые и коричневые. Значит, опять же, по причине того, что просто косметику нужно иногда выбрасывать. А вот эту даже я прям хорошо попользовала. Выбрасываю любимые всякие пыльно-розовые нюдовые помады. Femme Fatale от Vivienne Sauve. Все еще прекрасно. И я ее рекомендую. И Bourjois вроде как ушли. Но там все непонятно. Короче, Rouge Velvet все равно мировая помада. Ну, смотрите, декор уже. Сейчас расскажу все про декор. Чупа-чупс вот эти вот блесточки застывают. Замерзают, конечно, через какое-то время. Но ничего, год точно пропользуйтесь. Нормальные, классные, суперудобно пользоваться. Для человека, который считает себя рукожопом, это удобно и классно. Кушон, который Magic Cushion Moist Up от Misha. Вот с Moist Up что-то мне не задалось. То есть, Misha и Apieu, по идее, имеют компоненты, которые улучшают вашу кожу на постоянку, когда вы используете. И в этом что-то пошло не так. В нем как-то очень быстро. То ли он маслянистый, то ли что с ним не так. Очень быстро у меня начало прыщами покрывать. Буквально после, там, не знаю, может быть, недели-двух применения. Поэтому я даже не допользовала. Тут полно продукта еще. Но этот вид плохой. И упаковка вот эта вот белая бумажная, привет, Нарсу, тоже говно. Надо взять себе пуховку, потому что пуховка у меня от Банилоко, которая мне нравится сильно. Что еще тут могу прокомментировать? Больше цветов Femme Fatale. Выбрасывайте косметику по сечению срока годности, господа. Прожил у меня, наверное, 18 месяцев в открытом виде консилер Hourglass, который все супер сильно хвалят. Вы не пропустите то, что он испортился, он начинает вонять с саниной. За что ему спасибо. Ненавидела его вначале. Он очень жирненький, увлажняющий, сильно скатывается. Потом научилась, так вот минералками сильно прибухивала сверху, печатывала сверху. Я не прибухивала. Но ничего, он заработал. Но в нормальном применении с нормальной пудрой, на непересушенную кожу, необезвоженную сахару, это жирно как бы. Ну, типа сильно увлажняет. Но нормас. Но второй раз я его не куплю. Запеченная пудра MAC. Загарная. MAC Мировая Skin Finish. Give Me Sun. Не самый хороший состав у MAC, но красивые загарные цвета. Maybe, повторю, не знаю. Тушь Baby Oversized Eye. Вообще-то, если ей приноровиться пользоваться, у вас будут очень большие ресницы. Я помню, она мне нравилась. И я помню, что она была достаточно стойкая. Могу ее прям порекомендовать. Далее, метаморфозы тушь. И фреша, если ее еще делают, она хорошая. В стойкой версии, особенно хорошая. Придется выбросить то, что я про него забыла. Вообще-то, это хороший бальзам. Айзенберг у них симпатичные очень бальзамы. И нюдовый, и красный тоже. Да, советую, люблю, хвалю. Но вот 18 месяцев примерно сейчас. Вообще, это было так красиво. Но я его потом забыла в какой-то сумке. И на этом мы с ним больше не встретились. До того, как он пришел в негодность. Glitter Goals от NYX. Честно, быстроватенько сохнут. 12 месяцев в открытом виде. Ну, сохнут. Медленнее, конечно, но все-таки. Да, симпатичные, но что-то не еще особенного. Как-то я их разлюбила. Красивая помада от Urban Decay. Оттенок называется Rush. Это кремовая текстура. Действительно, даже я ее активно использовала. Но сейчас я нашла в Influence примерно такую. Поэтому я ее не буду повторять. И я нашла суперлюбимый, обожаемый, классный, потрясающий гель для умывания. Это из-интри. Склизкий, как я люблю. Не сильно пенящийся. С джеджу зеленым чаем. Ну, в общем, эталонная умывалка. Эталонная, не пересушивающая. Вот такая классная умывалочка. Так, друзья, мне завтра улетать. Так накрыло пореветь. Просто знайте, что мы все живые. И те, кто вас развлекают в интернете, тоже. Особенно я. Давайте я за кадром просто покажу вам банки. Потому что я уже так скучаю. И да. Я потом скучаю. Давайте покажу все остальное за кадром. Как вы можете понять, я все время лежала в ванне. И у меня закончилось очень много всяких солей. Хорошая соль тоже для ванны. Еще мне понравился вот такой вода. Мне просто очень много еще надарили на днюху всего этого. Прикольная вещь. Это что-то вроде пены для ванны. Но какая-то такая она яркая. С блесточками вообще. Может быть, виноградный запах не посоветую. Но вообще прикольно. Нормальный коллаген. Но лучше все-таки, мне кажется, в порошке, желе или чем-то таком. Чем в огромной таблетке соды. Поэтому не куплю еще раз. Офигительная пена для ванны и колотье. Релакс Амаранты белый чай. Какая-то урбан. Не знаю, симпатичная упаковка. Она бюджетная. Конечно, не очень релаксовый запах. Но хорошая пена. 99 гелей для душа. Часть из них и фраше. Веледы, кстати, вот эти тоже неплохие. Особенно, которые кремовые, а не гелевые. Очень, конечно, специфические запахи вот эти. Но правда бодрят. И фраше вот этот вкусный запах. Масло такое вот для волос, тире, несмывашка, тире, ну вы поняли. Короче, уход за волосами и фраше тоже нормальный. Вот оставила, недопользовала немножко. Не знаю, смывается немножко тяжело, но как бы норм. Короче, Динамисант это правда классный энергетический от Клоранс и спрея, и гель для душа. Так что прям я брала. Нормальные, неплохие уходовые лосьоны питательные. Цитрус, опять же, не очень приятный. Больше мне понравился непарфюмированный. Мне понравился вот такой вот, я так полагаю, турецкий какой-то с Салями Мертвого моря. Ну что это вообще бесит? Он меня, короче говоря, лосьон для рук и тела стоял-стоял, не пользовалась. Илона Лунден маска кремовая для ног. Она же крем для ног. Нормальная, хочется чего-то лучше. Не повторю. Янтарная кислота для волос, для роста. Ну нормальная, тоже бюджетная штука из подружки, можно брать. Шпинат и кислоты. Нормальный, хороший тоник, реше, с витамином С, не обсыпал. Типа от акне. Ну короче, можно брать. Дикая дичь скульпт бьюти, я это выбрасываю. Это какая-то кровь дракона, какой-то крем, короче, модный. Вообще он мерзкий. Он какой-то обновляющий, с каким-то ядом. Ну короче, фи. Прям очень не рекомендую. Думаю, что всем известный от Ружбани Руж скульптор, аналог Шарлотты. Можно брать, можно брать Шарлоту, можно брать промейкоп лаб, вообще-то подешевле. Умывалка от акне и маленький тоник от акне. Слук фантастик. Не возьму больше. Типа нормальные, но уже есть как бы аналоги от российских брендов в три раза дешевле. Ну что, вот так мы вернули формат. Я вас целую, обнимаю. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Пока-пока.